Коллеги, рядом со мной Дмитрий Иванов, представитель компании Лента Онлайн, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте! Да, здравствуйте! Насколько я знаю, сессия ваша закончилась буквально вот только что. Хочется поподробнее о ней самой и о вашем выступлении. Отличная сессия. Большое спасибо организаторам за возможность обменяться с коллегами и рассказать партнерам о том, что происходит сейчас в индустрии. Поэтому супер положительные впечатления. Спасибо. Были какие-то жаркие споры, какое-то прям несогласие с чем-то или в принципе все коллеги смотрели в одну сторону? Что интересно, что действительно мнение у индустрии в целом совпадает и по многим аспектам, вплоть до формулировок. Поэтому очень приятное общение получилось. Замечательно! Давайте немного о компании Лента Онлайн. Как себя чувствует последние два месяца? Потому что, конечно, злободневные вопросы. Как отвечали на вот те вопросы, которые нам задала вот сама природа и вот социум, которые вокруг нас? Да, в целом действительно период был непростой, неоднозначный, но мы показали сильное развитие в целом. Действительно были вызовы, которые были связаны с повышенным спросом, с нагрузкой на операционную службу, перестройки, которые было необходимо сделать в маркетинге, в коммерческих службах. В целом мы считаем, что очень достойно прошли этот период и с оптимизмом смотрим в будущее. Как ваша экосистема справилась? Были ли какие-то моменты ключевые, которые нужно было срочно менять, они были прям вот фатальные, если бы этого не сделали? Или в принципе перестройка была безболезненной? Что касается операций, например, предыдущие ковидные волны нас уже научили быть достаточно гибкими с точки зрения возрастающего спроса и последующих откатов. Большой вызов нам предстоял в маркетинге. Это действительно сильное изменение тектоническое, можно сказать, с точки зрения тех каналов, которые можно было использовать, и тех механизмов, которые мы можем применять в нашей работе. Здесь коллеги, мне кажется, очень оперативно отработали и поменяли каналы, показали эффективность и способность приспособиться к новым условиям. Поэтому учимся жить в новых условиях. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то векторы новые, которые наметились недавно, которых вы будете придерживаться, что-то, чего еще не внедряли пока у себя, но собираетесь это сделать в ближайшее время? В целом, в первую очередь, мы не отказываемся от тех планов по развитию, которые у нас были, и мы продолжаем развивать те направления, которые мы начали еще в прошлом году. Это быстрая доставка, это все, что связано с расширениями партнерств, в которые мы активно идем, как географические расширения, так и увеличение числа партнеров. Если говорить о новых приоритетах, то мы видим, с одной стороны, с точки зрения поведения клиентов, больше ориентацию на экономию, больше готовность принимать сервис чуть более, может быть, где-то долгим, где-то, может быть, чуть менее гибким. С другой стороны, мы видим, что и партнеры, с которыми мы работаем, и коллеги, спикеры, которые были сегодня на сессии, говорили очень много об эффективности, поэтому как с точки зрения спроса, так и с точки зрения предложения, каким-то образом будет меняться наша индустрия, именно e-гроссеры, доставки продуктов. Поэтому будет очень интересно наблюдать и участвовать за этим. Нам будет интересно слушать ваше мнение, как прошел следующий год, и уже в следующем году на нашей выставке. Спасибо вам огромное и удачи! Большое спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok